Поздние недоношенные дети Но все-таки будем продолжать. Традиционно, еще даже когда я был резидентом, то мне бы сказал Кошер, мы выполним кесарево сечение, МИС-ЭКС, потому что она... Физически очень уже утомлена, а ребенок уже почти доношенный. И тогда заполняем промежуток 33, 34, 35. И чаще всего мы видели потом ребенка, в результате которого должен был быть на СИПАПе или даже на аппарате искусственного дыхания. Короткие факты. Мы определяем поздние недоношенные по гестационному возрасту от 34, 36, 6 недель. А потом вот этот поздние недоношенные заменил термин почти доношенные, потому что этот термин почти доношенные не восполняет физиологические характеристики и следующие проблемы этих детей. И в последние годы изменился как бы подход среди неанатологов, короткие определения. Мы говорим, что недоношенность – это любые роды до 37 недели. Есть умеренно недоношенные от 32 до 36 недели и очень глубоко недоношенные, меньше 32 недель. И, конечно, это мы указываем по полным неделям, эти показания. И поздние недоношенные – это дети, рожденные на 36, плюс 0 или 36, плюс 6 недель. Теперь, когда мы посмотрим на какие-то эпидемиологические данные, то мы можем увидеть, что в Соединенных Штатах недоношенность, то есть рождение менее 37 недели, составляет 9,8%. И мы должны сказать, что количество детей, рожденных до 32 недели, всегда как бы крутится вокруг полутора процентов, даже независимо от страны. А показатель рождения недоношенных детей от 32 до 36 недели тоже варьирует. В Австрии, например, у нас уровень недоношенности составляет где-то приблизительно 11%. Теперь поговорим о факторах, которые влияют на увеличение количества детей недоношенных рождения. Это лучший мониторинг беременности, когда можно обследовать плода, можно провести пренатальное ультразвуковое исследование. И это все привело к тому, что увеличилось количество медикаментозно вызванных родов преждевременных и кесаревесечения. То есть в США мы увидели, что как раз возросло количество медикаментозно индуцированных родов с 29% в 92% до 41% в 2002. И поэтому мы видим, что у нас составляет количество поздних недоношенных детей от 6,4% до 7,4%. Есть умеренно недоношенные, то есть 1,2% до 1,3% и это достаточно часто. И глубоко недоношенных тоже изменились количество с 1,6% до 1,5%. Еще один фактор – это увеличившее количество многоплодных беременностей и родов. Если, допустим, у нас в 90-м году было 23,3% на тысячу рожденных живыми, то в 2013 году этот показатель составлял за 3,4% на тысячу рожденных живых. Причинами этого есть то, что сейчас больше матерей, которые рожают после 30 лет, и также повышается использование техник, вспомогательных, репродуктивных техник. И поэтому показатель многоплодных родов в высшей степени уменьшается по новому законодательству. Часто факторы, которые увеличивают то же количество поздних недоношенных, это неправильное определение гестационного возраста, это медикаментозное индуцирование родов у доношенных детей. В Австрии это составляет 41 плюс 3 недели. Кроме того, становится все больше женщин с избыточным весом беременных женщин. Из-за этого у них возникает либо диабет беременности, либо артиллерийная гипертензия. Говоря о заболеваемости, то в целом можно сказать три момента, что повышается показатель заболеваемости, показатель повторной госпитализации в неонатальный период, что в результате приводит к высшим показателям отдаленных неврологических последствий. Что касается госпитализации после рождения, то тут мы видим, что риск заболевания во время пребывания в больнице в 6-7 раз больше, чем риск у доношенных детей. У доношенных детей такой показатель заболеваемости составляет 3%, а у поздних незоношенных 22%. И каждая неделя, которая раньше, чем 38 недель гистации, в два раза увеличивает риск заболевания и риск вот таких материнских факторов, как, наверное, диабет, гипертензия, кровотечение, инфекция и так далее. Какой же спектр заболеваний поздних недоношенных детей? Ну, наиболее часто встречается гипотермия, гипогликемия, респираторная дистресса, пноя, гиперберлиорубинемия и проблемы с питанием. Поговорим о гипотермии, то риск ее развития повышен из-за того, что у этих детей меньше белой жировой ткани, то есть изолирующая продукция, то есть энергия тепломой из жировой ткани, менее эффективна, и поверхность тела больше по отношению к массе. Гипогликемия тоже мы видим, что в три раза она выше по сравнению с доношенными детьми. Причиной его является недостаточный метаболический ответ на такое резкое прекращение снабжения глюкозой через плаценту. Гипогликемия может развиться практически в любом гистационном возрасте, но, тем не менее, возрастает риск, чем при более раннем гистационном возрасте. И тут есть такой алгоритм, который называется AWMF. Он очень популярен и в Германии, и в Австрии. Когда возникает риск гипогликемии этого ребенка, нужно начинать вскармливание грудное или смесью. Мы можем сразу после рождения проводить контроль глюкозы, уровня глюкозы через один час. Раньше это нужно было делать вот так, а сейчас мы ждем еще три часа и проверяем, есть ли у ребенка какие-то признаки гипогликемии. Через два часа, и у нас уровень глюкозы в крови менее 30, ребенка кормят и переводят в отделение новорожденных. А если уровень глюкозы в крови 30-35 миллиграмм на децилитр, то ребенка тоже кормят и сообщают в неонатальное отделение о том, что такой ребенок поступит, но ребенка сразу не переводят. Ждем еще два часа, снова проверяем уровень глюкозы, и если он составляет около 45 миллиграмм на децилитр, то переводим ребенка. Если уровень глюкозы в крови 35 миллиграмм на децилитр, смотрим, есть ли какая-то асимптоматика гипогликемии, то выполняем тоже процедуру, ребенка кормят, он сообщает уже в неонатологическое отделение, два часа тоже ждем, и повторяем исследование. Если признаков гипогликемии нет, то опять тогда через 6, и потом через 24 часа опять проверяем уровень глюкозы в крови. И если он выше 45 миллиграмм на децилитр, и использование этой схемы дало возможность сократить количество госпитализации в неонатальное отделение интенсивной терапии по поводу гипогликемии. Что касается респираторных заболеваний, мы все знаем, это респираторный дистресс-синдром, транзиторное тахипное новорожденное, пневмония и дыхательные неудачи, которые требуют механической вентиляции. Если мы говорим об уровнях госпитализации в отделении интенсивной терапии, то дети, поздно недоношенные, попадают 36,5% по поводу респираторных заболеваний, а доношенные дети только 7,2%. И хочу сказать, что уровни госпитализации этой очень зависят от местных протоколов. И также они зависят от того, что делают по поводу гипогликемии или гипербилюрубинемии в родильном отделении, в родильном зале. Потому что и в 34, и в 35 недели, и в 37 иногда бывает РДС. То есть это может быть 6% на 35 неделе, и где-то 3% на 36 неделе. То есть достаточно много мы таких случаев видим. Теперь, если мы рассмотрим необходимость каких-то вмешательств по отношению к дыхательным расстройствам, то есть необходимость кислорода, СИПАПа, интубации и вентиляции, то мы видим, что эта потребность снижается где-то к эстационной неделе 39. И необходимо иногда проводить активную, скажем, реанимацию, даже интубацию и непрямой массаж сердца. Тоже эта необходимость, потребность снижается к 39 неделе гистации. Причиной этого и обоснованием этого является незрелись еще структуры легких, которые развиваются до полной альвелизации, где-то к 36 неделе. И дети тяжело больные, поздние недоношенные, они демонстрируют дефицит сурфокстанта, особенно те, которые не испытали пренатального стресса. Иногда у них есть проблема с клиренсом жидкости из легких, и поэтому у этих детей родоразрешаются, матери этих детей кислородным сечением. Это вот гистологическая картина структуры легких у таких детей. Что касается апноэ, тут надо констатировать, что существует риск от 4-7% в ее развитии у поздних недоношенных по сравнению с доношенными детьми, где этот риск составляет 1,2%, то есть в два раза он выше. Также есть риск SITS, то есть внезапной смерти. Также в два раза выше риск гипербелорубиномии, длительные желтуки у детей поздних недоношенных. Причинами этого является позднее уже установление энтерогепатического кровообращения, и появляется риск тоже желтухи из-за незрелости гематоэнцефалического барьера. Также мы видим здесь на этом слайде, что больше у нас случаев желтухи от 34 до 36 недели. Есть незначительный риск гипогликемии с 34 до 36 недели, но также риск РДС. И также мы видим, что есть также риск аниме и ВЖК, тоже на этикестационном возрасте. Теперь, если мы сравним гипербелорубиномия и подобные заболевания с доношенными детьми, то увидим, что отличия очень сильные. В основном они проявляются по поводу желтухи, гипогликемии и РДС, хотя риск все-таки аниме и ВЖК достаточно велик. Также возникают проблемы с питанием, и, конечно, грудное вскармливание у поздних недоношенных – это идеальная форма питания, но координация сосания, глотания и дыхания тоже часто незрелой еще является. И во многих случаях поэтому нужно либо сцеживать грудное молоко и кормить через бутылочку из рожка. Что касается выписки, позже таких детей выписывают, и достаточно часто эти дети повторно госпитализируются, и это в три раза выше по сравнению с доношенными детьми. Причинами этого являются гипербелорубиномия, проблемы со вскармливанием, отставание в физическом росте, обезвоживание, апноэ, и чаще всего в первый год жизни причиной этого являются бронхиолиты и проблемы с ЖКТ. Относительно новым является обсуждение отдаленных заболеваний. И часто, если мы рассматриваем отдаленные неврологические исходы, то мы видим, что есть повышенный риск ДЦП, может быть также отставание в психическом развитии, которое составляет от 0,81 до 0,49, по сравнению с 0,49% удоношенных детей. Социальные поведения, успеваемость в школе тоже сильно отличается и обсуждаются сейчас. Если мы рассмотрим исследования популяционно и посмотрим, какие отличия есть между умеренно недоношенными детьми от 32 до 33 недели, поздними недоношенными, 34, 36 неделя и доношенными, в этом исследовании принимали участие 1146 детей поздних недоношенных и 1258 доношенных детей. И мы видели, что требовали реанимационных мероприятий 17,5% по сравнению с 7,5%, дыхательной поддержки требовали 1,8% по сравнению с 0,9%, поддержки в плане питания 3,5% по сравнению с 0,3%, и что касается и детей, которые являются поздними недоношенными, меньше их процент на вгрудном вскармливании. И что касается всех вмешательств и заболеваний, то мы можем сказать, что риск увеличивается этих заболеваний на более низком гестационном возрасте. Теперь, если мы рассмотрим более подробно медицинскую помощь и вмешательства, то если это касается поздних недоношенных, то мы можем увидеть, что доля доношенных детей, которые получали все виды медицинской помощи в неонатальном отделении, то это составляет 9,3%, а у поздних доношенных 63,4%. И причины этого это значительные отличия, которые существуют между поздними недоношенными и доношенными детьми. И когда мы теперь фокусируемся на методах вмешательства, мы можем увидеть, что есть потребность в активном измерении температуры, в мониторинге глюкозы, крови, билирубина и фототерапии, то есть в 10 раз выше потребность фототерапии у недоношенных детей. И также есть повышенный риск, скажем так, того, что нужно будет следить, как ребенок кушает. Профилактика. Мы говорим, что до полных 39 недель гестации не нужно плановых родов. И если это роды по немедицинским показаниям, мы должны знать точный гестационный возраст. Еще аспекты мы должны учитывать. Мы также должны посмотреть соотношение риска пользы, если это, например, у матери без заболевания, гестационный диабет или гипертония, гипертензия. Также есть такой аспект, как позднее, скажем так, проведение профилактики бетаметазоном. Поэтому главное, что мы должны сказать, мы должны разработать очень четкие местные стратегии для поздних недоношенных в плане кормения, в плане введения гиперглюкемии, гипербиллерубинамии и также организовать разные виды контроля мониторинга. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, пару слов о позднем введении антинатального бетаметазона. Есть одна публикация недавняя, которая показывает, что существенно снижаются дыхательные проблемы у детей, но при этом существенно повышается неонатальная гипогликемия. Все другие показатели материнских неонатальных осложнений остаются неизменными теми же. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok